Ассаламу алейкум, дорогие друзья! Меня зовут Кагай Василий и это проект Медицинский туризм в Узбекистане. И сегодня мы отправимся в мир медицины в Узбекистане. Поехали! В 2016 году в Узбекистане по инициативе президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиоева начали открываться диагностические центры, которые ничем не уступают мировым стандартам. Активно ведется образовательная система медицинских работников, фундамент которой позволяет растить квалифицированных специалистов в области медицины. В Ташкенте столько много клиник, что забежать в каждую из них у нас не получится, но я порекомендую сходить туда, куда мы сегодня зайдем. Современная медицина не может не обойтись без лабораторных исследований. И сегодня мы пройдем в те клиники, где можно сдать кровь. И сейчас мы пройдем диагностические процедуры в диагностическом центре «Витамет». Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Чем я могу вам помочь? Мне бы обследоваться. На праве не есть кто? К сожалению, нету. А есть? Какой у нас координатор врач есть? Вы не уносили первый раз? Впервые. Как раз, пожалуйста. 22.05. Не знаю. 90. Все. Сейчас зайдите координатору, потом откроем. А где координатор? Можно? Можно. Разаживайтесь, заходите. Я вас слушаю. С чем пожаловались? В принципе, ничего. Хотел бы провести профилактику всего тела. Очень хорошо. У нас есть очень широкий светлый услуг, и мы можем вам предложить по поводу профилактического осмотра нескольких пакетов обследования, то есть программные пакеты. У нас есть пакеты, их у нас существует семь. Если вы скажете свои какие-то жалобы или раньше чем болели, исходя из этого, я вам могу предложить один из этих пакетов. Головной мозг хочу проверить, на месте ли у меня мозги. Ага, то есть у вас болит голова? Не болит. Просто хочу проверить, да. Ну, в этом случае достаточно пройти МРТ, головной мозга и осмотр невропатолога. Отлично. Так. Если какие-то были у вас чисто профилактические и обследовать, какие возможные могут быть у вас заболевания, у нас есть базовый пакет обследования. МРТ, головной мозг. Постоянно так. Пошли. Здравствуйте, девушка. Ну что вы хотите сдать анализ? Я хочу сдать анализ крови и мочи. Когай, Василий. Василий. Владимирович. Еще, оказывается, вот часов нужно. Вот, пожалуйста, ваши анализы. О, спасибо большое. Идти сразу в потедурную. Спасибо большое. Идем оплачивать. Я, конечно, не знаю, но это, наверное, не так уж больно, как все обещают. Сейчас зайдем посмотрим. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно к вам в гости? Можно. Проходите, пожалуйста. Давайте ваш план. Спасибо большое. А это не больно? Ну, это будет от вас, знаете. На. А где они три голки? О, господи, пошел. Если я не выживу, ребята, знайте, сюда можно ходить. Дожмите кулак, пожалуйста. Это спирт. Спирт? Вспомнили фильм? Да. О, господи. Может, мне надо? Надо. О, это человек, надо. О, господи. Ага. Все. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы можете мне помочь? Убить я вам. Как я помочь? Сердце побаливает? У нас козелок прочесть. Ага. ЭКГ сделаем. Ага. Отлично. Мне тогда ЭКГ нужно сделать. Хорошо? Да. Я смотрю, у вас часы? Да. А у вас гостиница или клиника? То и другое. Отлично. Ну, тогда выпечите мне какие-то танцы, пожалуйста. Фамилия? Когай. В. Все, спасибо большое. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. 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 Улыбка – это настроение вашей души. И сейчас мы посетим стоматологический центр Чилдент. Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Я на прием. Да, мы вас ждем. Отлично, спасибо. Выходите. Здравствуйте. Я на прием. Спасибо большое. Теперь без вас. Спасибо, доктор. Пожалуйста. Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Я на консультацию. Гинеколога? Гинеколога? Да. Какой деятельностью занимается данная ваша клиника? На сегодняшний день клиника уже работает в течение последних 15 лет и основным направлением деятельности клиники является работа с фактором бесплодия мужского и женского. На начале нашей деятельности мы предполагали работать с пациентами, у которых имеются сложные диагнозы, но иногда сложные диагнозы невозможно разрешить с помощью обычных методов консервативной терапии. Конечно, на помощь к этому приходят самые инновационные методы, которые во всем мире признаны самыми высокоэффективными – это вспомогательные репродуктивные технологии. А если сказать словами, понятными для населения, это ЭКО, то есть ребенок в пробирке. Мы знаем, сколько семей просто вынуждены развестись, остановить свой брак только из-за того, что у них нет детей, а особенно это в Узбекистане с менталитетом восточным, когда наличие ребенка для семьи очень важно. Поэтому первые 4 года мы помогали пациентам, которые могли добиться результата только при консервативном лечении. А затем мы поставили себе задачу о том, что необходимо думать о технологиях, которые помогут всем видам бесплодия. И вот впервые, заключив официальные договора с международными организациями, появилась возможность работать в транспортном проекте. При этой работе не всегда все было гладко. Ну, по причине, почему возникла потребность в проекте ЭКО, это не только причина, связанная с бесплодием. У многих семей, когда идет генетические заболевания, когда заболевания сцеплены с полом, когда у семьи неоднократно рождаются нездоровые дети, но семья не готова остановить собственные взаимоотношения, не готова разрушить свой брак. Это помощь людям, у которых есть и генетические заболевания, сопряженные с носительством, наследственными факторами и так далее. В 2019 году, 12 марта, был подписан закон ОВРТ, который дал нам, возможности, репродуктологам, возможности того, что этот проект можно осуществлять в нашей стране, и не только для узбекистанцев, а для многих гостей, туристов, которые не только посмотрят красоты нашей исторически древней республики, но одновременно наши специалисты помогут им решить их самую главную проблему – деторождение. И в конце. Узбекистан является гостеприимной страной, и каждый гость для нас очень важен. Если у вас имеются проблемы со здоровьем, либо вы хотите профилактически провести осмотр, добро пожаловать в Узбекистан. Тут вы найдете те клиники, которые могут помочь вам в решении ваших проблем. Меня зовут Кагай Василий. Это был проект «Медицинский туризм в Узбекистане».